Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В нескольких странах Ближнего Востока поменялись послы Республики Армения. В Греции произошло землетрясение магнитутой 6,8 баллов. Греция призвала Турцию соблюдать международное право. В Алеппо 10 сирийцев ранены в результате обстрела. Развертывание российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Религиозные строения были найдены в крепости Мирик. Церковь Февкани превращается в руины. Указом президента Армении Армена Саркисяна поменялись послы в Сирии, Ираке и ОАЭ. По указу президента Саркисяна Тигран Геваркян назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армении в Сирийской Арабской Республике. Другим указом президентом Махер Макартумян был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армении в Объединенных Арабских Эмиратах. Резиденция в Абу-Даби. Армен Саркисян назначил Грача Паладяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армении в Ираке. Резиденция в Багдаде. В Греции рано утром в Ионическом море произошло землетрясение с магнитутой 7 баллов. Эпицентр находился в 35 километрах от острова Закинтос. Как передает агентство АЭР, после землетрясения объявлена опасность цунами. По сообщениям властей на острове Закинтос повреждены линии электропередач и в нескольких местах произошли камнепады. Сообщается, что в Пиргосе обрушилась старая церковь. По предварительным данным погибших нет. Афины заявили, что при определении границы своей исключительно экономической зоны ИС, Греция не намерена принимать во внимание теории Турции, которая является нарушителем международного права. Демаркация ИС Греции в целом будет определяться на основе международного права и, конечно, без учета необоснованных и произвольных теорий, которые приняты нарушителем международного права Турции, отметил МИД Греции в связи с высказываниями турецкого министра обороны. Подчеркивается, что Греция не собирается втягиваться в агрессивную риторику. «Мы призываем соседнюю Турцию вести себя с должной серьезностью и приверженностью принципам международного права и уставу ООН», говорится в заявлении министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг. Отвечая на вопрос о новых американских базах, Греции заявил, что Афины должны соблюдать договоренности о демилитаризации островов, уважать международное право и договоры, не делать провокаций. Ранее Акар дал понять, что Анкара примет необходимые меры, если же Греция нарушит ее права в Эгейском море в связи с планами расширить территориальные воды до 12 миль. Он также предупредил, что Турция не потерпит впредь угроз турецким судам в Восточном Средиземноморье, работающим на турецком шельфе. 10 сирийцев получили ранение в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Владимира Савченко. В результате минометного обстрела жилых кварталов города Алеппо получили ранения 10 мирных жителей, заявил он. Савченко добавил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Эдлипской зоне, деэскалации продолжаются. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икка, Джуб-Эс-Зарур, Три раза, и Джуб-Эль-Ахмар, провинции Латакия, западных окраин и жилого района Халидия, города Алеппо, населенного пункта Тель-Базам, провинции Хама. Также зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Тадеф, провинции Алеппо, со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в районе города Эль-Баб, сообщил Савченко. Он также отметил, что центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. Развертывание российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Об этом в четверг заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отметив, что Анкара уже начала набирать военных для обслуживания комплексов. С октября 2019 года начнется развертывание систем на территории Турции. Сейчас мы находимся на этапе отбора персонала для обслуживания комплексов. Эти люди в начале 2019 года будут отправлены в Россию на обучение, сказал Акар. В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи зенитно-ракетного комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. Акар также сообщил, что США передадут Турции еще два истребителя F-35 в марте 2019 года. В текущем году археологические раскопки были проведены в Мерике Кашатакского района, в Каринтакском районе Шушинской области, в общинах Нор-Кармирован, Мартакерского района и Тигранакерти. Отвечая на вопрос корреспондента Арцах Пресс, министр культуры по делам молодежи и туризма НКР Лерник Аганесян заявил на пресс-конференции 25 октября, что в Тигранакерти открылся второй античный район и раскопки продолжились в цитадели. Кувшины, найденные в историческом районе Тигранакерт, относятся к древнему периоду. Раскопки показывают, что у нас была сильная культурная жизнь как в древности, так и в раннем Средневековье, заявил Аганесян. Министр также коснулся раскопок в древней крепости недалеко от общины Мерик-Кашатекской области, подчеркнув, что крепость Мерик была открыта в 2013 году, а раскопки продолжаются уже второй год. По его словам, раскопки были также проведены в общине Нор-Кармирован в районе Мартакерт, где было обнаружено большое количество памятников. После депортации армян, армянская церковь превратилась в детскую площадку. Церковь в Шехларском районе Айнтепа, скорее всего, построенная в VII веке, превратилась теперь в руины. В 2011 году на территории церкви были проведены ремонтные работы, но теперь она заброшена. На стенах церкви есть разные надписи. Окна разбиты, а на крыше выросла трава. До депортации армян церковь Февкана была действующей церквью. После депортации она не использовалась. Оставшиеся без истинных владельцев церковь, благодаря своей прочной структуре, еще стоит. Церковный сад превратился в детскую площадку для сирийских детей, которые переехали сюда в 2011 году из-за гражданской войны. После реставрационных работ в 2011 году церковь была передана Союзу инвалидов в Низипе, но спустя некоторое время снова стала ненужной. Сейчас стены разрушены, христианские надписи и картины стерты. Считается, что церковь была построена в VI или VII веке. Несмотря на то, что точная дата строительства церкви не упоминается, упоминается, что она старше церкви Сурбхач Ахтамара. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию произведение «Варк Хайотский саб Патарма Хайастан». «Варк Хайотский саб Патарма Хайметан» Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!